Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2016 год, где предусмотрено 300 миллионов долларов на военную помощь Украине. Речь идет о содействии в сфере безопасности и разведки. Под этим подразумеваются в том числе поставки летального оружия, включая противотанковые системы, минометы, гранатометы и боеприпасы к ним. При этом данная статья расходов не изменилась, несмотря на то, что на востоке Украины в целом уже более двух месяцев соблюдается перемирие, а стороны поэтапно делают шаги к мирному разрешению конфликта на основе минских договоренностей. Добавлю, документ пока не подписан Бараком Обамой. Тем временем американским налогоплательщикам следует готовиться к новым расходам на антироссийскую пропаганду. Призывы не жалеть денег прозвучали на одном из заседаний комитета по международным отношениям в Сенате. Чтобы оправдать страты американской казны, целая группа докладчиков уверяла, что необходимо остановить влияние российского телеканала Russia Today на зрительскую аудиторию в США. Чтобы дать отпор этим силам, нам понадобится время, талант, целеустремленность, рискованная инновация, а также деньги для американских международных средств массовой информации. Нас ждет долгий путь, прежде чем мы станем настолько же вездесущей и влиятельной, как современная Россия.